Донат Кузьмич, а ты где воевал? На севере. А я начал войну в 43-м году в Крыму. Да и тёплый ветер развезло дороги. Налетающие лодки. Вот на этой, знаешь, как называется, нет? Ша-2. Неправильно, Шаврушка. А, да, Шаврушка. И на Южном фронте оттепель опять. Вот на ней меня и подстрелили. Скоростишка у неё маленькая. Плюхнулся я в море, а в море шторм. Балов шесть. Ну не шесть, но в общем штормило. Вода перехлёстывает. Думаю, всё, хана. Вдруг смотрю, ведущий мой, Саш Ксаидгиреев. Снижается? Думаю, его подбили, что ли? Нет, сел, подрулел. Толик, держи колец. На буксир взял. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Вот так на буксире по морю он меня и потянул. И дотянул, Донат Кузьмич, до Геленджика. Слышал я эту историю во время войны. Значит, с тобой это было? Да. Со мной и с Сашкой. Я потом в госпиталь попал. Когда в часть вернулся, ребята говорят, погиб Сашка. Так и у него в должниках и осталось. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать О огнях пожарищах, О друзьях товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту и тебя за то, что Анатолий Филипыч, все, давай спать, завтра работать. Я тебе вон на диване поселил, ложись. Спокойной ночи. Снова нас Одесса встретит, как хозяин. Звезды Черноморья будут нам сиять. Встретит нас с победой город Николаев. Анатолий Филиппович, скажи, ты вот потом, когда летать бросил, как жил, ничего? Да жил. А мне всегда казалось, что если ты летчик, то перестанешь быть самим собой, когда летать запретят. Это ты обо мне? Да нет, нет. Ну, Боровский. Ну, психолог, шеф-пилот. Ты знаешь, ведь я тогда Долотова в отпуск отправил. Выпихнул на месяц в отпуск, а через 10 дней он уже был здесь. Жена его не выдержала, уехала. Раз здесь, значит, будет летать. А тогда как раз решалась судьба С-14. Тает снег в Ростове, тает в Таган-Народ. КОНЕЦ Продолжение следует...